Добрый вечер, уважаемые зрители, с вами Слэм Страйк. Всем привет! Начинается гранд-финал, мы за эти несколько дней пережили вообще просто все. Я не знаю, если в игровом плане говорить, то вы пережили на экранах тоже все. Если я не ошибаюсь, впервые в истории. Со счета 14-1 команда отыгралась и оформила сухой счет во второй половине. 15-0 и одержала победу. Самый запоминающийся полуфинал этого противостояния, собственно говоря, этого чемпионата. Опять же, ну, команда Метод, в общем-то, постаралась, попотела. Чуть-чуть ребятам не хватило, если уж быть точным. Да, ну и, естественно, отсутствие их игры на карте Декэш заставило коллектив покинуть этот турнир. Зато не с последним местом это уже хорошо. Ну и гранд-финал, друзья, две великолепные команды. Карта, которую мы еще не видели за весь этот турнир, это Инферно. И Гамбит начинают атаковать первыми. Итак, есть первый минус. Вейвендер на банане забирает с паза. Кстати, что стоит отметить, карту Инферно выбрали как раз-таки Гамбиты, а сторону на этой карте выбирали Rebels. Вот в прошлом также, наверное, стоит напомнить, что когда еще три игрока играл за Hell Raiders, у Гамбита они на Инферно обыгрывали команду Fnatic. И здесь, здесь, что будут показывать Rebels, ну, вот меня терзают смутные сомнения. Мне кажется, что все-таки Гамбит могут здесь и на классе разыграть. Так вот, непонятно, что происходит на базе B. Под хаешечку заход от хуча. Спайкер упал. Два в три. Бомба будет установлена. Установлена. Очень технично Митя разыграл в этой ситуации. И тут еще залетает вот такой вот приятный хедшот от Adreno. В итоге Электроник один против троих. И шансы на взятие этого раунда крайне малы. Но все же этого человека мы знаем с лучшей стороны. И как раз-таки за счет своего индивидуального скелла такие раунды он может тащить. Вот интересно, каков сейчас настрой команды Rebels. Потому что они, наверное, сейчас точно понимают, что Гамбит расстрелялись до нереальной формы. Опять же, вот тот самый тяжелый полуфинал, он должен давать нереальный заряд энергии ребятам, чтобы выигрывать дальше. Ну, опять же, Гамбит фаворит турнира. Команда Rebels, которую, по-моему, списали в первый игровой день многие. Ну, неожиданный, неожиданный финал для всех нас. Что ж, второй раунд. И давайте смотреть, что придумают сейчас Rebels. Там Force. И Force весьма серьезный. Да, четыре тяжелых армора. 5-7 и деглы. И только Киберфокус не покупает вторую броню. Ну, знаете почему? Я думаю, знаете. Знаете, потому что будет копить на свой любимый Киберфокус. Ну, мы теперь называем это именно так. Особенно после пары выстрелов от этого парня. Что ж, 5 в 3 ситуации. Адрен и Доси реализуют свои девайсы. А вот разменяться как раз таки удается только Сайберфокусу. И, кстати, это будут бонусные деньги, которые, возможно, помогут ему купить то самое весло. Что ж, спас выход в дым. И тут... О, спас! Ну, все-таки каким-то чудом Оу забрал. Адрен моментально разменял. Но, тем не менее, Эко нельзя назвать успешным. Всего два минуса. И на больше Rebels были не способны. Ждем первого девайсного раунда. Хотя сейчас еще один ЭК. И почему бы в нем не зажечь? Кстати, Сайберфокус вышел на экономику 3.450. И бьюсь в заклад. Но этого будет более чем достаточно для того, чтобы купить снайперскую винтовку. Правда, с легким армором. Да. Что стоит упомянуть? Вот как раз-таки 5 USP Tactical. Именно с таким арсеналом девайсов Rebels неоднократно пытались брать экономические раунды. Что творит Вейлендер? Вместе с Адреном за считанные секунды разбросали всех игроков защиты. Да и, собственно, даже выстрелить нормально не дали. Это какой-то не очень хороший поджим Бэтлента. Вейлендер собрал просто всю халяву. Вот, согласись, сегодня наблюдали за финном. Неоднократно демонстрируют просто сверхъестественную стрельбу. Так, ну, финская армия все-таки может быть и шуткой. Хотя, на самом деле, реакции там точно научили, я уверен. Ну, и дисциплина в первую очередь. Вейлендер действительно хорош. В одно время было очень жаль видеть то, что он завязал на время с КС. Но, слава богу, сейчас вернулся, потому что нам такие игроки нужны. Всю жизнь человек прожил в Санкт-Петербурге, для тех, кто не знает гражданство Финляндии. Но он, можно сказать, свой. Своячок. Своячок. Ну, что ж, Гамбит и первый девайсный раунд против уже плотной достаточно такой закупки от Rebels. Есть снайперская винтовка, первые арморы, две эски, две тридцатки. И, что самое главное, есть занятая дуга у игроков защиты. Это дает сейчас им небольшое преимущество по информации. Но остальные звенья сыграли пассивно. И, смотри, на минуте 12 играется отдача. А вот Гамбит планирует какой-то свой раунд, потому что уже есть дым на 15 с полтора. Ну, вот, походу, знают, как бороться с киберфокусом. С помощью дыма прогоняют снайпера команды Rebels. Вынужден фокус менять позицию. И, интересно, где же окажется. Где постарается открыться и сделать тот самый нужный первый минус. И посмотри, как на интуиции проходит Электроник. Сейчас он уже дал инфу с дома. И, возможно, эта информация станет самой полезной в раунде. Да, вот постепенно номер пять, если я не ошибаюсь, это Спайкер смещается на базу Бэ Электроник. Есть минус, Адрен отзабрал. И вот теперь Гамбит начинает свой мощнейший заход на базу Бэ. Что ж, перекрестный огонь, спас плюс фикс. Есть заход на точку, на кафеле три игрока, два игрока. Серия фрагов и здесь без шансов для Гамбит. Вообще, изикаточка на Бэпунте. Перекрестный огонь был реализован максимально жестко. Вау. Хорошее начало для первооружейного. В исполнении Rebels. Знаешь, кстати, сегодня Rebels, когда играли полуфинальную встречу, у них были такие, знаешь, раунды, когда вот они 4-0 проигрывают. И ты в них уже просто не веришь, ты видишь, что они как-то вот сидят себе, так спокойненько играют. Потом оружейка. Оружейка проходит идеально. И здесь она, кстати, закончилась идеально. И для Гамбит это первая заявка и первый вызов. Что ж, Мо берет АВП. Сайберфокус также с АВИКом. И как будут разыгрывать Гамбит в этом раунде, мы сейчас с вами узнаем. Ну, Дуга чуть быстрее занимается. Так, спикер начекал полтора. А вот она, снайперская дуэль. Киберфокус Моу забрал. Мидл прочекал и убежал. Все четко. Действительно, отлично отрабатывают в дебюте второго оружейного раунда ребята из Rebels. Так, Вейландер попытка прошить, но здесь немножко ванга его не сработала. Не угадал, что будет делать его соперник. Стрейф был совсем в другую сторону. Ну и давка под бэплантом продолжается, но уже в лице одного Вейландера, которому приказано отойти. Так, а вот Куч как раз таки подобрал потерянный девайс своего тиммейта и постарается реализовать снайперскую винтовку. Ведь не даром, мол, потратил около 6 тысяч долларов, чтобы вот так бездарно потерять этот девайс. Ну да, все-таки, ну знаешь, у него в оппонентах был сайберфокус. Ну не то, чтобы бездарно, а реализация пока нулевая. Ну да, все-таки можно было и на дугу идти. Вообще снайпер на снайпера вот на этой карте, это не всегда хорошая идея. Так, а вот это было весело. Вейландер по своей же флешечке пытался ворваться на базу Б, но там один фикс спокойно его остановил. В итоге 3-5, 40 секунд до конца этого раунда. Но Rebels готовы. Крамбит гейминг. Rebels готовы принимать сейчас выход на оппонент вдвоем. Спикер сжигает куча, а ВП опять теряет свою актуальность. И два игрока атаки должны были выходить 20 плюс ковры, но фейк сделать не получилось. Адрен. Заметил все-таки электроника сквозь дым. Итак, 20 секунд, 2 в 4. Попытка комбит гейминг вскрыть оборону на базе. Чем интересно закончится? Уже 3 в 2 на пленте. Dossia плюс Adren. Идеальная игра в связке. Dossia делает еще один важный хэдшот и помогает своему тиммейту, запуская его в плент на установку бомбы. На 8 секунде только Адрен ставит бомбу. 2 в 2. Cyberfocus немобилен, но у Dossia мало хп. Как будут действовать Rebels? Это вопрос дня. Так, Cyberfocus. Аккуратно играет 20. Ну да. Ну знаешь, нет полной информации по поводу того, где находятся два игрока. Итак, выпад от Adreno. Забрал без шансов фикса. И боже мой, что творят эти ребята. Развалили, развалили. Против пятерых остались Dossia и Adren. Кстати, да. 2 в 5. Как обидно проиграть такой раунд. Ну, опять же, здесь вот неуверенно сыграл с Bplanta один из игроков. Обычно, знаешь, в ситуациях, когда вот мы видим там европейский КС, игроки Bplanta, они обычно начинают сразу заходить с банана. Поджимают, да. Они понимают, что если ты будешь притягиваться, ты просто приходишь туда, где ты никакой информации не соберешь. Играешь только после того, как тебе ее дадут тиммейты. Но тут Gambita сыграли просто блестяще в дуэте. И тут не то, что инфы не было. Вот, знаешь, наверное, стоит еще отметить игрока, который был на семерочке. Как раз-таки это был Electronic. В ситуации 2 в 5, 20 секунд до конца. Зачем занимать агрессивные позиции, если можно отойти в строгий дефолт и просто не дать шансов этой парочке? Ну, вот, знаешь, на шарте он же, да, она же двадцаточка. Вот мы говорим, наверное, 7, да, это 20, если я понимаю все правильно. Там просто такой был момент, что он, по-моему, и не понял, что Adren его как раз-таки ждет. А Adren уже знал, что делал. Но при этом он находился на главке без помощи тиммейтов. И размена не последовала. Ладно, забыли, смотрим, что тут. Экономический раунд у команды Rebels. Пока без проблем Gambit Gaming забирает двоих игроков. Но по здоровью видно, что изрядно пострадали. Вейландер опять на банане устраивает дископилку Фитсу. Тем не менее играет в размены. Электроника подрезает Доси. Ну и последний в живых лишь Спас, который попробует сейчас доиграть с Девайсом этот раунд. Возможно, засейвит. Что ж, 5-1 увидим на табло уже точно. И тут есть вопросики к Rebels. Надо менять как-то стиль игры. Знаешь, взяли реально хороший первый раунд. Но во втором сыграли просто ужасно. 2 в 5 ситуация. И не было замечено командных действий. Сыграли каждый по одному. И за что поплатились. Вот непонятно там в том моменте. Опять же. Ведь была инфа по Adreno. Что он заходил из 20. Опять же, один на коврах. Один из 20. Но почему игрок с малых песков вообще потом плент не чекал? Чего он боялся, абсолютно непонятно. Я с тобой, наверное, соглашусь. Но опять-таки же, если уже работает, то надо было в связке. Игрок в пленте смотрит заход как раз-таки в плент. А снайпер стоит и принимает пробегающих по 20. Все, элементарно просто. Вместо этого в пленте умирает первый. Дальше забирает на малых песках. И уже 2 в 2. А дальше, ну, как раз-таки Adreno Dose. Это гиперскиловые ребята. И такие ситуации щелкают как орешки. Это да. Ну, сыграют не первый год вместе. Тем временем, у Rebels очередная попытка закупа. И очередная попытка оттолкнуться в счете. Пока что действительно все выглядит сухо. И глядя на то, что происходит, Rebels пока не демонстрирует. Той самой львиной уверенности, которая была во вчерашнем игровом дне. Ну, и вот, кстати, ждем, когда Cyber Focus с электронником также начнут приходить в чувства. Так как эти парни, вот без этих двоих, коллектив Rebels бы не дошел до стадии суперфинала. Ну, наверное, все-таки не стоит забывать, что карту Inferno выбрала команда Gambit Gaming. И действительно, вот, глядя вот эти 6 раундов первой половины, мы можем сказать, что они на ней действительно хороши. Не устали бы лишь. Лишь бы не устали. Знаем мы, как вот у наших команд бывает, играют... Подожди, сколько они сыграли? Три карты, это четвертая? Нет. Думаешь, не устали? От такого не устает. Только пришли в чувства. Нет, ну, конечно, после победы это вообще тоже просто сладко. Самое главное, что в перерыве выдохнули и со свежими силами идут. Кстати, вот Inferno, опять же, никто не играл. И маппул карт весьма дерзко выглядит, с учетом того, что второй трейн. Слушайте, попытка захода на точку BFX, на B2. Ой, там врыв на капель. А врыв на капель не считается, потому что Адрен убирает в соло Бэтплэнд. Замечает Спейзи. А вот Сайберфокус может сейчас развернуть ситуацию в этом раунде. Выцепляет бомб Керри. Забирает ключа, не дает ему поставить бомбу. И так 10. Нет, 13 секунд до конца раунда. Ситуация 2 в 1. Электроник. Кто-то сейчас... Электроник бежит на помощь. Бежит на помощь. Ну что, приключение Электроника. И это его... Это его клатч 1 в 2. Он может сейчас устроить звездный час для всей своей команды. Там так, нет, нет. Тут что-то все плохо. Кинул флешку, не пошел. И посмотри, нет Дефьюз Китова. Электроник понимает, что опять-таки же Моу Дося парочка крепких игроков. И выбить поставленную бомбу на Бэпленте будет ой, как сложно. Ну и судя по камере Электроник, вот видно, что убегая, ребята пытаются сейчас потянуть немножко время. Общаются, чтобы понять, что делать дальше. Очередной, скажем так, провальный раунд в защите, чего в принципе не должно быть. Но со счета 6-1, 7-1 хорошая команда должна начинать брать раунды и играть какой-то ответ. Поэтому ждем включения Rebels. Знаешь, вот чего сейчас не хватает Rebels? Вот того самого переломного момента. Вот надо взять какой-то такой очень сложный волевой раунд. При этом взять серию, хотя бы из двух, а уже дальше будут набирать на уверенности. Абсолютно полностью согласен с тобой. Но смогут ли? Вот опять же, чтобы они этот переломный момент устроили, нужно, чтобы и Электроник сыграл. И его человек-сюрприз Cyber Focus тоже самое сделал, как было вчера на карте Mirage. Ну видишь, фокусу не дают продемонстрировать свой максимум со снайперской винтовкой. Очень грамотно отрезают Gambit Gaming все ключевые позиции дымами и лишают пространства для снайпера команды Rebels. Что ж. Пять раундов разницы. Ну вот главное, чтобы сейчас психология не сыграла свое грязное дело. Такое часто бывает, что вот 7-1 и команда теряется. Ну сейчас 7-1 точно будет, потому что ЭКО, но вот дальше уже нельзя совершать ошибки. Подожди, еще на самом деле есть тот самый сохраненный кольт Электроника. И зная, на что способен этот парень, я бы не стал списывать Rebels со счетов в этом раунде. Ну тут, по-моему, знаешь, вот это фантастика будет. Просто фантастика. Ну особенно вот с таким неудачным началом, конечно, все становится гораздо тяжелее. Так, спикеры забрали. Фикс красный. Электроник по-прежнему опасный. Электроник всегда опасный. Что ж, двадцатка игра от Электроника. Но нет, Мо выцепляет его на стрейфе. Двадцатка падает. Спас плюс Сайберфокус. И вот сейчас, если спейс убивает Вейландера, то все может снова поменяться на карте. Но Вейландер, стальные нервы, стальная стрельба. И практически не оставляя шансов своему оппоненту, занимает точку B. Тем самым заставляет Сайберфокус играть в аркаду, где дядя Митя просто дождался этого халявного фрага. Что ж, 7-1. 7-1, девайс не был реализован. Спикер, кстати, тоже не проснулся. Вот 2-0-7. Один из самых, наверное, знаешь, нестандартных, неординарных игроков. Вот у него, если получается, то все через пень-колоду, но получается. А если не получается, то он просто играет в размен. И мне кажется, что это далеко не его роль. Такой игрок может делать куда больше жесткие вещи, чем мы видим сейчас. О-хо-хо, жарко у Вилендера там, да? И, по ходу, игроки защиты даже не подозревают, где находятся их соперники. Да, Комчу, он в финской печке закаленный, до него даже не долетело. И смотри, Фиксуля до сих пор не видит, какой провал. Второй провал тоже есть на дуге, отпустят ли Спейз. Чудом выживает Спас. Вообще чудом остается совсем мало хп, и Гамбит понимает, что здесь нужно ловить этот момент и загонять последнего игрока. Дядя Митя, поджигай! Дядя Митя поджигает и забирает Веплент, но это просто без шансов. 3 в 4 численное преимущество за игроками атаки, но по позициям они находятся очень плохо, стоят 2 в 2. Если сейчас Сайберфокус успеет выйти на тайминг и закрыть хотя бы одного игрока на пленте, то Гамбит попадут в безвыходную ситуацию. Хуча забрал. Итак, 40 секунд, где-то уже 35 есть на выбивание у команды Рэбблз. Прогнали фокусу коктейлем Молотова. Ну, а также достается прослелом, тем не менее, темка занята, три в 3 ситуации. Знаешь, в чем огромный плюс? При заходе Гамбиты не потратили практически ни одной гранаты, и эти гранаты по-прежнему есть в руках этой команды. Да, они могут тянуть время вечно. Сайберфокус приходит просто на прицел. Моадрен делает минус, но дуэт из Казахстана доигрывает этот раунд в пользу своей команды. Суперграмотно сыграли на банане. После минуса от Вейлендера была идеальная информация о том, что спас красный. Хуч бежал на сверхуверенности и просто загонял игрока на базе B. Дальше раунд был взять, делай техники. Итак, 8-1. Победа Гамбит Гейминг в первой половине уже обеспечена. Осталось только понять, с каким счетом это произойдет. Но если и так же продолжат играть ребята, то действительно мы увидим разгром. Ну знаешь, дядя Митя и Женя в аналитике, и мы уже рады. Не, разгром, возможно, будет. Но посмотрим, какая атака будет у Rebels, потому что я пока не вижу, за счет чего они смогут выигрывать в защите. Опять же, основные игроки, основные сильные игроки, это Electronic, Cyberfocus, пока как-то в паре, выглядят, ну, совсем как не команда. Вчера было все совсем иначе. Опять же, новый день, новая игра. Ну, вот знаешь, тут, наверное, все-таки сказывается именитость соперника. Вот эти никнеймы, которые играют против тебя, они так же дают о себе знать. Вот что бы ты ни делал, но когда ты видишь, что против тебя Трэн, Тося, Моу, Хуч, Вейлендер, ну, минимальный мандраж да появляется. И он, наверное, не дает сейчас молодым, талантливым игрокам раскрыться на максим. Итак, ситуация 5 в одного, Electronic, в руках Дигл, попытка сделать хотя бы минус и хоть как-то насолить команде Gambit Gaming. Ну, если сейчас будет Taze, то... Нет, такого не будет просто. Если будет Taze, то... Ну, вот ты абсолютно правильно сказал, такого не будет. Итак, Адрен... Наверное, не до конца понял, что произошло, но... Электроника забрал без шансов. Отличная, кстати, игра с Теппом. Ребята понимали, что топать не надо, а Том будет готов стрелять. Давайте зайдем пешком. Адрен просто выходит, а здесь стоит такой сюрприз. Ну и, собственно говоря, раунд заканчивается в пользу Gambit Gaming. 8 раундов разницы. АВП вновь появляется в руках Cyber Focus. АВП по-прежнему в руках МО. Только вот, знаешь, экономическая составляющая команды Gambit уже позволит им закупаться до конца этой половины. А Rebels в случае поражения, по-моему, теряют сразу на 2, если я не ошибаюсь. Потому что скупочка в ноли, скупка серьезная. Ну, на 2 точно не теряют. Одно эко, скорее всего, проведут. Ведь проигрывают уже энное количество раундов к ряду. Так что тут им насыпают по 3,5 тысячи точно. Вот то, что было нужно Rebels. Есть OpenFrag. Киберфокус забирает Вейвлендера на банане. Ну, опять же, за чрезмерную агрессию Вейландер создал имидж. Rebels сделали выводы и отправили Cyber Focus вместо центра на банан. Сказали, давай, парень. Только вот вопрос, не слишком ли поздно сделали выводы? Ну, пока у них есть шансы на лузовый минимум. Тем не менее, если не получится, то мы видели, что с 4 раундами некоторые команды отыгрываются. Но тут стоит еще отметить, что атака у Gambit, она действительно выглядит продуманной, четкой и не безнадежной. А вот атакующий потенциал Rebels на этой карте мне, например, неизвестен. И непонятно, смогут ли они сыграть в тот самый камбэк, который мы недавно видели в матче против Method. Правда, на карте Детрейн. У тех же Gambit'ов. Но там, конечно, было жестко. Что ж, моменталочка для фикса. Отлично, фикс, вот это разорвал два лица на банане Gambit'ом. Наказывает Досю, наказывает Хуча. Мо пытается прийти на размен, но и здесь Cyberfocus также не остается без своей роли. И ого, все четко. 3-2 сыграли фикс и Cyberfocus. Но теперь АВП на банане, скорее всего, будут ждать. Кстати, флешка. Как четко, вот знаешь, и своевременно сделали этот выпад. Вот секунды позже, и, возможно, уже ничего не получилось. Вот согласись, похожие моменты мы видели на этом турнире от разных команд. Только там было как, вылетает флешка, человек выходит, а его ждут три калаша. Ну, например, не на банане, а вот в любой аналогичной ситуации, например, Аркада под Б на карте ДКэш. Где тоже там на верочку некоторые игроки ходили. Что ж, агрессия на дуге продолжается от Вейландера. Снова он занимает Семент. Но Cyberfocus на этот раз чуть более скромный. Понимает, что все-таки Финн, наверное, подстроится под него. Атака также развивает свои действия через второй мидл. Скорее всего, медленно попробует занять дом. А вот куда пойдет финалка, пока непонятно. У Gambit вообще здесь много вариантов с их опытом на этой карте. У таких игроков, как DOS, там есть куча разных предложений. И, помимо этого, готовых раундов. А вот у Rebels весьма интересная защита Аплента. В прошлом раунде ее не спалили, они ее дублируют снова. В ожидании, наверное, на то, что не заметят Электроника. Электроник. Ну, заметьте, вот позиция, которая практически не используется, это ковры у команды Gambit. Раз за разом, но там не так уже много игроков оказывается. А вот и Электроник со спикером. Запирают двадцатку, без шансов не выпускают ковры. Последний Адрен, и он умирает уже от рук с паза. 3-9. Rebels начинает потихоньку включаться в этот матч. Если я не ошибаюсь, это второй подряд раунд, который команда Rebels забирает в сухую. Не потеряв при этом ни одного из игроков. Ну, вот исходя из того, что мы видели, стоит, наверное, предположить, что все-таки флешки какие-то надо на двадцатку кидать и готовить. Но, опять же, в дуо положили идеально. Спикер плюс Электроник, плюс прикрыли ковры. И спаз включился вовремя с малых песков. Отличную защиту Аплента показали в прошлом раунде. А вот сейчас ситуация снова меняется, и Gambit будут импровизировать. Вот это сейчас будет жарко. Ну, вот оно, вот оно, залетает фикс. Ну, застанело чуть-чуть, но забрать его не успели. Б3, кстати, тоже горит сразу же пробросом. Ответная зажигательная граната залетает от фикса. Моментальная реакция от Rebels. Третий игрок стягивается на помощь к базе БОЭ. Но при этом Gambit Gaming никуда не торопится и строго стоит по позициям. Хотят покачать немножко защиту. Так, Вейландер. Банга-банга, понго-конго. Не, ни по кому не попал. Потому что он как трот. Он продолжает издеваться над оппонентами под БОЭ и удерживает тройку игроков защиты именно там. Но посмотри на Gambit. Они, по-моему, потерялись чуть-чуть в этом раунде. Если они сейчас после холда попробуют дублировать атаку на БОЭ, их просто примут без шансов. Ну, вот как видишь, все-таки большинство игроков Gambit Gaming стягивается на подбасу. А тем временем выпад на банан Вейландер. Забрал спайкера Вейландер. На второго силенок не хватило. Фикс делает свой минус. На банане остается Хуч. И у Хуча в руках, кстати, та самая ненаглядная бомба, которую так и не начекали игроки защиты за весь этот раунд. И пока Рэбблс не понимают, куда же пойдет финалка. Кстати, Хуч пошел на размен. И если бы, например, он там чуть рискнул, мог бы оставить этот раунд Рэбблсом просто как подарок. Адрен. Проход 15. Фикс. Приходит на КТ. Адрен. Нет. Нет. Стрельба молодого бойца все-таки в форме. И выход на Б-плэнд. Вот вам, пожалуйста. Ну, нельзя сидеть слишком долго. Хотя Дядь Дмитрий включается. Фактор игрока играет свою роль. Доси прикрывает. Забирая фиксанс КТ и респауна. Как разруливают эту ситуацию Гамбит Гейминг. Да, просто шикарно. В итоге занимает невероятно мощные позиции. И вот интересно, что же придумают дальше. Итак, Хуч и Доси против Киберфокуса Электроника. Связочка у Рэбблс очень-очень сильная. Но смогут ли показать тот скилл при выбивании? Мы посмотрим. Все-таки самые опасные стрелки на средних дистанциях. Там Хуч пошел выходить в спину. Покажите Митю. Митю, 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 Митю. Какой Митя здесь? Доси. Ну ладно, Митя забрал все-таки свой фраг, но Доси был готов забрать двоих. Да, там все четко по таймингу. Как только заходил первый Доси, за счет своей мощнейшей стрельбы забрал его. Ну а Хуч уже был готов сделать минус спину. Что, собственно, и произошло. Итак, 10-3. Два раунда до конца первой половины. У Рэбблс закупка почти подчистую. Вот там закупаются. Там еще даже у кого-то деньги остыдятся. Это опять вот за счет той же серии, которую они взяли практически без потерь. В сухую выиграли у Гамбита. И как раз таки это позволило укрепить экономику. По-моему, еще пока никто не ходил на сейф. А, нет, один раз только был сейф на этой карте. Что ж, Сайберфокус. Бэплэнт, АВП и минус Вейландер. Ну, финского агрессора наказывают с каждым разом все чаще и чаще. Наблюдается такая тенденция. Ну, правда, в прошлом раунде он сыграл уже на ошибке оппонента. Вот, и так, спикер в домик, к нему прилетает сейчас Доси. Доси ставит... Да, как же так? 12 кп остается у Доси. Это почти эйршот. Он попал спикеру в голову, хотя спикер должен был слышать, что делает Доси. Что ж, Электроник, игра на Зилке. Первый минус есть. Стреляется с двадцаткой. Невероятную слепу показывает Электроник, но это не спасает общую картину, потому что появляется Доси и с больших ковров. И опять все та же парочка. Хуча Доси. Только что мы видели, как они разыгрывали кулач на базе боя. И вот теперь покажут, как же надо удерживать бомбу на пленте А. Теперь только ситуация намного интереснее, потому что у Рэббл шансов побольше. Сайберфокус в живых. А он и тогда был в живых. Просто выбивать СВП, ну, ты знаешь, не очень просто. Ну да, не очень удачно играет сейчас Сайберфокус. Его уцепляет Дмитрий Богданов. И фикс остается последним. Принято решение, скорее всего, уйти на сейф. Возможно, с СВП. А лучше вообще с ЭКМом, а то просто ему сейчас здесь не дадут выжить. Дядь Дмитрий заходит на 15. Фикс, в принципе, как видим, ну, понимает всю ситуацию, которая сложилась. Понимает, что сделать здесь что-то сложно. Выдавливает максимум, но взрывается. Вот так вот. Да, не стоил этот минус девайса фикса. Но в итоге три девайса, два пистолета. Возможно, будет какой-то МАКС-7. Мы увидим в исполнении Рэбблс в последнем раунде первой половины. Слушай, ну, Электроник, по-моему, на этом турнире стреляет жестче всех. Я не знаю, я такого давно не видел от наших игроков. Вот даже если брать старую гвардию, там, АИМ-звезд, они, ну, вот так не стреляли. Серьезно. Он чувствует просто каждую пуль. Он чувствует, куда она летит. Но опять же, момент на двадцатке. Чувак в Молотове. Он не теряется. У него нет паники. Он просто спокойно доделывает свою работу до конца. Если бы еще и ковры убил, можно было бы сразу давать медаль. Прям золотую. Золотую медаль хэдшотера или АИМера. Но все равно, вот, один игрок не команда. И, опять же, играет команда. Все мы это понимаем. И пока у Рэбблс плохо получается играть командой. Особенно в защите. Что ж, пошла уже чистого рода импровизация в защите. Опять же, весьма жесткий вариант с подсадкой на центре. На Б-пленте строгий холд и пассивный диффенс преследуются из раунда в раунд. Ну, опять же, нет ТВП. И Сайберфокус просто, ну, ничего не может здесь сделать. Ну, посмотрим, как распорядиться своим АК-7. Знаешь, вот, на самом деле, вот, такую закупку можно назвать практически оптимально. Ну, вот, как ее реализуют? Давай сейчас, смотрите. Вот он, АК-7, который не реализован вообще никак. Так, АПЛЭМ занимает команда Гамбит Гейминг. Ситуация 3 в 2. Спас и Фейкс постараются оформить. Идеальное выбивание. Хотя без дефюз китов это сделать будет, ой, как и просто. Опять же, перекрестный огонь на центре. Перекрестный огонь на центре. И опять же, стреляет только электроник. Серьезно, на АПЛЭМ. Где все остальные проходные фраги? Что ж, 3.12, уважаемые зрители. Или Гамбит, по-моему, блестяще проводит первую половину за сторону нападения. Сейчас им предстоит защищаться. А вот Rebels нужно вспоминать либо тактики, либо понимать, что стрелять они должны куда круче. Знаешь, что Гамбитом не стоит забывать? Это карту Трейн. Там счет был еще более уверенный. Там было 14-1. Но, тем не менее, Гамбит умудреесть эту карту проиграть. Я, конечно, не говорю, что в защите на Инферно будет сыграть гораздо сложнее, чем на трене в атаке. Но все же, зная, как умеют играть бывшие игроки команды ОШР. Вообще, зная наш КС Хьюстон, у нас проблемы. Из ОШРов никто так просто не уходит. Да, да. Этот страйк сегодня верно подметил, друзья, еще во время аналитики. После первой карты полуфинала. Ну, это, конечно, с долей юмора, но все же. 14-1 и проиграть 15-1 я такого не ожидал. А я считаю, что ты прав, потому что в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому тут вообще, по-моему, можно и посмеяться, и понять, что это реально правда. Что ж, Рэббл с атакой на ребра под флэш попытались открыться. Бегут на Моу. Первый минут от Моу. Надо отходить. Все правильно делает Моу. Да, тут все правильно делает вся команда Гамбит. Их позиции брони не пробиваем. И 2 в 4 ситуация из нее выйти будет победителями очень тяжело на КТРСП. Досе первые проблемы. Нет, нет проблем, говорит Досе. Идеальный хэдшот фикса и последний в живых спес. Да, просто загоняют спа за счет 13-3. Походу, Рэббл с на Инферно бороться не будут. Походу, да, походу, попробуют показать нам интересный трейн. Хотя, знаешь, вот еще есть такой момент. Я уверен более чем, что ребята из команды Гамбит Гейминг трейн не забыли. И то, что он здесь второй, это для них даже плюс. Потому что что им не удалось сделать? Выиграть раунд в атаке. Это все, что им не удалось сделать. И знаешь, еще один приятный момент. На трейне Гамбиты начнут в защите. И опять-таки же смогут показать свою сильную сторону. Опачо. Опачо. Итак. Кстати, абсолютно нормальные правила. Готовили карту, начинайте, значит, в атаке. Да. Ну, дай право сопернику выбрать, за кого он хочет начинать. Вот так, наверное, правильно сказать. Ну, да. Итак, форсбай у команды Rebels. Раз, два, три, четыре тег девятых. Один дигл. Все с тяжелыми арморами. По раскидке вообще беда провал. Гранат просто-напросто нет. Так. Не дают играть с пазу. Спикер никого не нашел на двадцати. Опять же, строгие закрытые позиции у игроков защиты. И это абсолютно правильное тактическое поведение при таком счете. Ведь все мы знаем, что Rebels могут начать играть и в свою пользу. И задача Гамбитов просто избежать вот этих вот глупых стыщих попыток. Показать какой-то скилловой прием. Все же, выход на B-Plant. Забирают Adreno. Есть по массу Dossi. Dossi отстреливает еще одного игрока. Пытается бороться. На него уже выезжают. Пытаются давить. Dossi попадает по голове. Dossi все-таки забрал фикса. Красным оставил при этом киберфокуса. В итоге 2 в 1. Моу и Хуч против 30-процентного киберфокуса. Кстати, спикер должен был забирать дядю Митю. Но что-то там, по-моему, пошло не так. Сайберфокус. Выход в церковь. Прячется. Как разыграли ситуацию Гамбиты. У Adreno был коктейль Молотова, который он вообще никак не реализовал. Оу-оу-оу. Хьюстон. У нас проблемы. Киберфокус. Ну, просто это тролль Дефьюз года. Максимально четко Моу распорядился своим коктейлем Молотова. 14% фокуса не позволяли тому выйти на огневую позицию. Просто на уровне разыгрывает Моу. Вот, кстати, спешу заметить, что в команде Ашер, он вот такой вот игры никогда не показывал. Вот я сегодня неоднократно наблюдал за Моу, как грамотно он распоряжается гранатой. На трене, когда готовили коктейль Молотова, по-моему, это были как раз-таки ребята из команды... Подожди, Аркад? Аркад. Аркад, да. Вот. Коктейль Молотова, вылетающий сверху волны, когда Дефенс пытается минировать бомбу. Да. У Моу был достойный ответ. Дым под себя, сел, разминировал, раунд победил. Тут была очень похожая ситуация, но с какой скоростью Моу принимает эти решения... А, не, не, Аркад, метод, метод. Метод, да. Метод, метод. Ну, друзья, мы все устали. Опять же, 4 дня напряженного КС на лане. Это вторая неделя в Минске, у нас просто дурдом. Но нам здесь нравится. Или Дуратель, я не знаю, как счет назвать. Дуратель. Дуратель. Итак, 14-3, ситуация 2-4, с паза Спайкер против троицы. Гамбит Гейман, хуч Адрен и Дося. Ну вот, Дося не заставил долго ждать. И поджал спину, забрал двоих игроков. 15-3, 12 матч-поинтов. Без права на ошибку должны отыграть Rebels. Отличное начало для Гамбит в этом гранд-финале. Ну, знаете, вот по мне, да, Коби для этих команд достойны выступить на отборочных к MLG Коламбусу. И не знаю даже, вот если честно. Потому что я видел, как Rebels просыпались, что творил Киберфокус вчера. Ну, будем надеяться, что на своей карте, именно на карте Трейн, мы увидим от Rebels действительно содержательную игру. И они смогут оказать достойное сопротивление хучу и компании. Проблемка только в том, что Гамбит будут начинать за защиту, а вот у Rebels уже проблем много. Так, Сайберфокус минус Вейлендер на 24 в 5 ситуация. Но, как я смотрю, атака так и не приняла позицию какой-то векторной атаки на конкретный плент. Вот, знаешь, единственное, чего я не понимаю, откуда у Киберфокуса деньги на АВП с тяжелым армором, при этом у тиммейтов строго пистолеты? Ну, у него не Киберфокус. Киберфокус, бай Киберфокус. Бай Киберфокус. Просто фокус. Киберфокус. О, привет, глава! Привет, еще один, но нет, посмотри, заштрафили Адрена, и на БФ у тебя остается играть один в соло-досе. Ну, это, кстати, понимают Rebels и моментально оттуда уходят, и не знают, что выходить на одного опорника будет не так уж и легко, даже если ты знаешь, где он находится. Так, что у нас на фунте? Там оставили одного дядю Митю. А дядю Митю сейчас просто даст инфу, хотя на него уже заходит, выпрыгивает и живет. Дядю Митю нужен минус. Первого забрал, на большую Митя не хватает. Ну, и МОД с ДОСи остаются на ситуации 2 в 3, где, по-моему, сейчас просто... Да, МОД вышел на прицел к Сайберфокусу. Что ж, идеальная перетяжка от команды Rebels с БНА. Кстати, они... Самое главное, по-моему, мне кажется, что они слышали, что человек пробежал. Вот кто стоял за тележкой, должен был слышать, что суппорт пришел на беплент, и они приняли абсолютно правильное решение. Но Хуч тоже мог сыграть намного лучше, чем... Ну, всего-навсего один минус, хотя позиция была как раз-таки из тех, с которой можно забирать двоих, и при хорошем раскладе даже делать 3-4 минуса. Согласен, абсолютно полностью с тобой согласен. Ну, дядя Митя, парень такой открыт, и он, если надо там где-то влезть, то бежит, бежит, спасает положение, ситуацию. Но здесь нужно было просто не делать этого. Хотя, я думаю, что Гамбит не волнуется 15-4. Да, счет позволяет играть где-то, может, немного расслабленно, хотя мы уже увидели, что даже при 14-1 расслабляться не стоит. Да. Что ж, друзья, нас уже, я смотрю, смотрит 29 тысяч. Это, по-моему, первые цифры такие для СНГ Counter-Strike. Если не ошибаюсь, может, уже где-то были. Опять же, повторюсь, уважаемые зрители, что на Twitch.tv SL10 идет трансляция в ингейм-клиент игры. На twitch.tv.slash.starladry.5 вы смотрите нашу трансляцию. В принципе, там такая же, только нету, если я не ошибаюсь, нет рекламы. Маленькой рекламы, которая проходит. Ладно. Пытаемся подчакт фидбэчить. Какая боль, Вейвендер. Спайкер забрал еще и ушел. Еще один хэдшоу от Моу. Электроник. Ну вот сейчас все на его плечах. И самое главное, есть еще сохраненный кольдоси, которого мы по-прежнему и не видели. И, по-моему, Рэббл сейчас не знают, что нужно делать. Они не понимают, в какую ситуацию они попали. И поедин А там могут быть и 4, и 2, и 1. Поедин АБ там могут быть и 4, и 2, и 1. Ну, с учетом того, что защита точно Аркадий никуда не с... О-о-о-о, ну тут все серьезно. Да, действительно, хорошая засада. На ВЗБ готовится гамбит гейминг. Единственное, наверное, что только вот суппорт не зайдет. Но самое главное здесь девайс. Смотри, тут будет походу... Нет, я думал, будет открываться киберфокус. А первым пойдет Электроник. И так от него зависит очень многое. Провальчик по стрельбе Доси. Шикарные 2 минуса. На третий Василен не хватает. Ну, Адрен спокойно ставит точку на карте Инферно. Что ж, 16-4. Практически без единого шанса заканчивают в свою пользу свой пик ребята из гамбит. Ну, знаете, вот видно, что на лицах они наконец-то, по-моему, почувствовали свою игру. Ну, сразу же, ого, без ботинок играли походу. Дядь Митис потел. Да, дядь Митис потел. Ну, все вспотели. Видно, вот без ста. Видно, что напряглись ребята, потому что действительно они не ожидали, с кем будут играть. Могло быть и не 16-4, могло быть намного жестче. Тем не менее, тем не менее, у нас еще не все. Я согласен. Впереди карта Трейн, карта, которую выбрали Rebels. И вот как раз-таки на ней они постараются сравнять счет, свести все на третью решающую, в которой решится, возможно, решится судьба 30 тысяч долларов и путевки на финальную квалификацию мейджора. Друзья, мы уходим в небольшую рекламную паузу, после чего передадим слово нашей студии-аналитике, и уже они расскажут вам об этой карте куда больше, чем мы. Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова